Всем привет! Сегодня распакуем посылочку, которую я получил из магазина Gearbest. В этой посылочке находится продолжение темы наушников, гарнитур. Буквально, я не знаю, когда просто выйдет видео. Вчера я получил и распаковал вот такие вот наушнички. Это у нас Bluidio R Plus Legend или Revolution. И сегодня я получил от Gearbest посылочку, в которой находится у нас не супер новая модель, но должны быть очень интересные. Это у нас Xiaomi Hi-Fi наушники. И давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Посылочка ехала ко мне и пакетом, типа а-ля какой-то ускоренной почты. На самом деле ничего она не ускоренная. Все, короче, как всегда, как всегда, все медленно. Работники нашей почты аналогичной прислали смс-ку. Я пошел на почту забирать, мне тетка выдающая говорит, нету, пошла искать, нету. Я говорю, ну как нету, вот смс-ка есть, передали на отделение. А может вам на отделение в банке? Я говорю, в каком банке? Вот там посылки могут быть в отделении приводбанка. Я говорю, что? Какое отделение? Пока там разобрались, короче, пока там еще одна пришла, говорит, да вот же они лежат. Просто они уже тупо не хотят работать. Не знаю, там у них уже, наверное, они уже, наверное, уже на выходных, на праздниках, и думают, что работать, в принципе, им уже не нужно. Вот, ну, короче, это издержки работы почты. Вот, коробочка. Коробочка у нас вот такая вот, беленькая, селмишная, красивая. Давайте смотреть, что у нас в комплекте. Так, в комплекте, наверное, как-то вот так вот надо будет, да? Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Здесь у нас что? Здесь у нас правая амбушюра. Нормальная такая. А здесь у нас левая. Правильно? Да, круто. Заказал я, кстати, еще Meizu HD50. Не знаю, получится ли мне удержать все наушники в одно и то же время, чтобы сделать какое-то, я не знаю, сравнение. Обзор будет отдельно на Блодио. Обзор будет отдельно также у нас на Xiaomi. Если получится, я также сделаю их сравнение. Так, здесь у нас инструкция, как это все дело у нас собирать. Да, это тоже у нас не просто наушники, а наушники гарнитура. Так, это мы убираем. Воу, круто. Вообще очень круто. Так, давайте посмотрим сначала все, весь, весь, весь комплект, а потом уже будем собирать все остальное. Так, тут у нас амбушюрки поменьше. Вообще. Здесь у нас еще поменьше амбушюрки. Круто. Ну, комплектация, конечно, да. Конечно, ого-го-го. 88 долларов они, по-моему, стоят. За эти деньги вы получаете довольно крутую комплектацию. Тоже есть у нас такой вот специальный мешочек, чтобы их транспортировать. Так, ладно, пока что коробочку убираем. Чтобы она нам не мешала. Диаметр динамиков тоже должен быть у них 50 миллиметров. Вот. Значит, звук должен быть очень даже таки достойный. Прикольный такой бокс. One more design. Круто. Ну и здесь непосредственно сами у нас уже наушнички. Есть у нас вот такой вот переходничок. Это, 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 это. Если у вас есть, я так понимаю, я так понимаю, микрофонный и микрофон и наушники выход. Сразу два разъема воткнуть. А ну-ка. Нет, не совсем я понимаю, честно говоря, как это делать. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Конечно же, влагополгощающий силикон. Так, это у нас переходничок на больший разъем. И здесь, и здесь, и здесь. Здесь у нас находится сам шнурочек. Шнурочек у нас в тканевой оплетке. Кнопочка раз, кнопочка два, я так понимаю. Или это одна кнопочка. Ну, в общем, здесь у нас микрофончик. Ну и непосредственно сам шнурочек. Не совсем понял, зачем это нужно. Но, ладно. Есть, то и ладно. Спасибо. Так, наушнички. Наушнички, наушнички. Наушнички у нас складной конструкции. Это у нас металл. То есть, круто. Это, это я не знаю, ли это кожа. Ну, думаю, что вряд ли. Возможно, кожезаменитель. Так, амбушюры правая, левая. Это у нас тоже металл. А, здесь мы подключаем наушники. Я понял, что у нас, как у нас тут. То есть, это у нас какой? Так, по цветам белый сюда. Ну и красный, соответственно, сюда. Правый, левый. С сеточкой, реально, все очень классно, все очень качественно. Ну-ка, сейчас-ка я попробую примерить себе на голову. Ну, сидят, в принципе, неплохо. Вот, надо будет еще, конечно, их сейчас послушать. Давайте попробуем поменять амбушюры. Поставим побольше. Как там было? Они должны выкручиваться, как-то вроде, да? Да. Чик. Правую снимаем. Одеваем побольше. Такую нормальную одеваем. Ну, в общем, так, чтобы уши совсем накрыло. Так. Так, чтобы ничего не сломать. А, это не хочет просто так идти. О, есть, пошла. Так. Действительно, внутри вот такой вот огромный динамик. На самом деле. Пяти сантиметровый, наверное. Надо будет потом померить. Все, закрепили. Ну-ка, сейчас-ка одену. О, уши вообще полностью закрылись. То есть, на таких амбушюрах, я думаю, слушать музычку будет очень круто. Так, ладно. С амбушюрами поигрались. Давайте сейчас попробуем подключить. Ну, и хотя бы предварительно затестить, как они, что они. Вот. Я еще в обзоре то проверю, как они удобство использования. Имеется ввиду, жмут, не жмут. Так, давайте запустим power amp. Ну, и сейчас я что-то попробую послушать. Правый, левый. Окей. Ну, что я вам могу сказать. Звук очень интересный, на самом деле. Даже не знаю по поводу... Ну, то есть, сравнение надо будет, скорее всего, сделать все-таки отдельно. Потому что, ну, реально просто... Нет слов, короче. Звук реально очень интересный. Ну, просто очень интересный звук. Есть, конечно, отличия от Блой Дио. По-любому. Вот. Единственное, что по басам, я еще пока не могу понять, кто из них, конечно же, круче. Но, в общем, короче, буду тестировать. Буду проверять, как они, что они. Послушаю в различных вариантах. То есть, может, даже в различных амбушюрах. Вот. Постараюсь с нескольких часов использовать их. Именно, что конкретно для прослушивания музыки. Ну, и надо будет затыстить, конечно же, микрофон. Как он, что он. Но, то, что я услышал предварительно, мне нравится. Но я пока что не могу понять, ну, скажем, свежие воспоминания от Блой Дио. Кто из них, конечно же, круче. Блой Дио я купил за 62 доллара. А вот эти фактически 89 долларов, по-моему, да? Ну, и интересно, конечно, ну, не знаю, получится, конечно. Даже вот дотянут до того времени у меня эти наушнички одни и вторые. То есть, продутся, не продутся, не знаю. Было бы интересно, конечно, еще с мизушками за, сколько там они, 60 долларов сравнить. Ну, и понять. То есть, ну, плюсы однозначно по качеству материалов. То есть, это у нас все. Это металл, это металл, это металл. То есть, вот это вот металл, металл, оголовье. Все, конечно, круто. Один из них, конечно, что на основании амбушюр пластик. Ну, и они, в принципе, мягкие. То есть, это, конечно же, очень хорошо. Ну, однозначный плюс, ну, уже так, заочно, скажем, по Блой Дио в том, что сменные амбушюры есть. То есть, с такими амбушюрами на улице, может, немножко смешно было бы. Такие уши. То есть, это больше для домашнего использования. А вот с такими или с такими, то на улице, как бы, да. Короче. Будем тестить, будем проверять. Ну, и, соответственно, делать выводы. Ссылочка, где можно купить, находится под видео. Пишите свои комментарии. Может, у кого есть уже такие наушнички. Ну, и что вы по поводу, не думайте. С чем сравнивали там, что слушали и так далее. Вот. А я, в общем, буду тестировать. Всем большое спасибо за внимание. Если видео понравилось и было полезным, вот так вот, пожалуйста, внизу. Ваши комментарии жду от вас. Что вы там по этому поводу думаете. Подписка на канал, кто, конечно же, не подписан. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Ну, и вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт и заходите в Инстаграм. Всем большое спасибо за внимание. В общем, пока что пока.